Привет всем! Мы приехали на рождественскую ярмарку в Вену. Пока еще на улице светло и не так все блестит и горит. Но мы пойдем дальше. Посмотрим, как выглядит рождественская ярмарка на площади Марии Терезии между художественным музеем, картиной галереи и музеем искусства и естественных знаний. Мы пойдем сейчас встретимся с друзьями перед Ховбургом. И мы уже опаздываем. Мы пойдем вот туда, там. Пойдем на другую ярмарку. А вот Дед Мороз, который везет подарки. Так, мы сейчас пойдем к Радхаусу. Вот он и виднеется уже вдалеке. Пойдем на рождественскую ярмарку сейчас туда. Подойдем поближе. Посмотрим. Фольцгартен, парк. Здесь все розы закрыты вот в мешках. Вокруг, в общем, красиво все, классно. Давайте посмотрим, что продают в некоторых ланочках. О, свет выключился, как только мы подошли снять. Продают здесь вот такие вот штучки интересные, которые сверкают. Как будто они горят, но на самом деле в них просто отражается свет. Идем дальше. Ярмарка возле ратуши. Мне нравится больше всего. Здесь очень красиво, конечно. Свечи. Запах здесь стоит вообще обалденный. Свечи со всякими красивыми штучками. Вот такие вот фруктовые гирлянды. Завешенные. Фруктики. Хотя не все тут, наверное, натурально. Яблочки. Чего здесь только нету. Ярмарка гудит. Тут можно и покушать. Купить елочные украшения. А здесь у нас льется шоколад. В прямом смысле. Белый и коричневый. Молочный, наверное. А, какая прелесть. Шоколад льется рекой. Шоколадом поливают вот такие печеньки. Вкусняшка. Хотите белым, хотите коричневым. Фрукты. Вот в стаканчиках, которые заливаются этим шоколадом. И так, друзья, мы подошли к моему любимому павильончику, где продают игрушки из стекла. Это что-то просто фантастическое. И чего здесь столько нет. Все, конечно, достаточно дорого. Посмотрите, какие собачки-кошечки. Маленькие игрушечки. Официанты очень-очень дорого. Маленькие, дорогие. Маленькие, дорогие. И мы снова подходим к игрушкам из стекла. Это, пожалуй, самые волшебные витрины, которые существуют на новогодних ярмарках. Ну и самое традиционное – это вырезанные фигурки из дерева. Вот такие вот украшения, и вообще деревянные украшения – это традиционные такие, которые продают недорого. И везде их много, всякие шарики пропитанные, деревянные пропитанные какими-то ароматами. Здесь очень пахнет и создаётся настроение. Спасибо. 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 Ну мы там погуляли. На ярмарке. Вот она такая. Спасибо. И мы идем дальше. А еще и в Вене. Интересно посмотреть в витрины дорогих бутиков. Потому что это тоже произведение искусства. И, кстати, например, как человечек за 5 евро может быть героем витрины Тиффани. А вот так что идеи можно черпать наверняка у знаменитых дизайнеров, которые оформляют эти витрины. Я сейчас покажу еще одного человечка, который едет на мотоцикле, на мопедике. Вот такая витрина у Тиффани новогодняя. Пойдемте посмотрим еще. А вот витрина Гуччи. Гуччи. Посмотрите, какая яркая одежда. У них даже манекены эксклюзивные красные и бархатные. А вот такие тапочки с мехом и со стразами. И на магазина Шопард. И здесь елка украшена просто браслетами. Вот так. И на какого-то ювелирного магазина. И я здесь увидела вот такой колончик артного с опалом сюда по всему. Вена может быть не только старой, но и новой. Где бы еще можно посидеть в Тесле? Я его от своего усю не вытащу сегодня. С этого салончика Теслы, где можно сидеть в машинах. Как вы себя чувствуете, друг? Очень хорошо. Отлично. В лагубе. Буду брать. Буду брать. Заворачивайте. Наша прогулка по Вене перед Рождеством закончилась. Я надеюсь, вам было интересно со мной. Вам тоже понравилось. А теперь всем пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.